Добрый день. Я снова вернусь в своем рассказе к теме самой первого доклада на этой секции, именно НМД-рецепторам. НМД-рецепторы — это ионотропные рецепторы глутамата, которые выполняют в центральной нервной системе возбуждающую функцию. И от них зависит в центральной нервной системе практически все. Это и процесс антогенеза, процесс обучения, памяти, нейрональной пластичности. То есть легче пересислить, чего не зависит. Среди патологий НМД-рецепторов бывает как их недостаточная функция. Например, мутации ГЛУН-2А субъединиться этих рецепторов могут вызывать эпилепсию, расстройство памяти. Мутации ГЛУН-2А субъединиться могут вызывать нарушение антогенеза нервной системы, вплоть до полного отсутствия такового. Но гиперактивация тоже неприятна. И избыточная их активация, и особенно вход кальция через эти рецепторы, вносит свой вклад в нейротоксические процессы при инсульте, болезни Альтгеймера, Паркинсона и так далее. И в том числе гиперактивация НМД-рецепторов связана с развитием нейропатической боли. То есть их гиперэкспрессия в пре- и посинаптических зонах, в первичных сенсорных и центральных нейронах, имеет большое значение при патогенезе некоторых форм нейропатической боли. С другой стороны, есть механизм, ограничивающий гиперфункцию НМД-рецепторов. Это кальций-зависимая десинститизация. В норме при активации НМД-рецепторов глутаматом происходит вход ионов натрия и кальция. При этом кальций связывается с внутриклеточным кальмодулином. Комплекс кальций-кальмодулин взаимодействует с внутриклеточным доменом первой субъединицы НМД-рецептора и вызывает инактивацию рецептора. Если измерить в этот момент в присутствии агониста ионный ток через рецептор, то мы увидим постепенный спад его амплитуды и установление его на каком-то равновесном состоянии. Поскольку посредником процесса десинститизации работает кальций, то разные транспортные механизмы, которые могут этот кальций добавлять или убавлять в перемембранные области, они влияют на процесс десинститизации. В частности, это натрий-кальцевый обменник, который способен откачивать кальций из перемембранной области. И если мы начнем ингибировать функцию натрий-кальцевого обменника при помощи каких-то фармакологических агентов или, в частности, при помощи ионов лития, то мы можем повлиять на процесс кальций-зависимой десинститизации. А литий выбран потому, что он часто используется в терапии различных заболеваний, в частности, библиполярного расстройства. И нам было интересно посмотреть, может ли это повлиять литиевая терапия на эффективность других фармакологических препаратов. Так вот, литий в норме натрий-кальцевый обменник выводит из клетки один ион кальция в обмен на вход трех ионов натрия. Однако, если мы добавляем в неклеточную среду литий в качестве нетранспортированного субстрата для данного обменника, он очень крайне высокоселективен, то мы наблюдаем концентрационное зависимое ингибирование транспортных токов натрий-кальцевого обменника. Поэтому, если в нормальных условиях кальций-зависимая десинститизация обычно останавливается где-то на половине амплитуды тока, то в случае блокады натрий-кальцевого обменника происходит накопление внутриклеточного кальция и значительное усиление кальций-зависимой десинститизации. Разумеется, поскольку процесс кальций-зависимый, то в отсутствии внеклеточного кальция никакие блокаторы обменника не оказывают никакого эффекта на токе через НМДА-рецептор, что служит подтверждением того, что литий напрямую на НМДА-рецептор не действует. Итак, мы наблюдаем кальций-зависимое ингибирование блокаторами натрий-кальцевого обменника НМДА-рецепторов. Однако выяснилось, что ряд других лекарственных препаратов в частности, трициклические антидепрессанты и в данном случае аминтрептилин тоже обладают данным свойством. Для аминтрептилина нами ранее было показано, что помимо классической канала блокады, которая происходит при довольно высоких концентрациях, приближающихся уже к сотне микромолей, это вещество, конечно, ингибирует НМДА-рецепторы, но к клиническим концентрациям такая высокая доза не имеет никакого отношения. А вот кальций-зависимое ингибирование позволяет снизить IC50 ингибирование до единиц микромолей или даже субмикромолярных значений. И в результате мы наблюдаем так называемое коморбидное ингибирование, когда складываются два процесса потенциал и кальций-зависимого ингибирования, и суммарно IC50 спускается в зону терапевтических концентраций в районе двух микромолей, что вполне можно наблюдать в крови пациентов при терапии. Среди трициклических антидепрессантов встречаются как проявляющие кальций-зависимое ингибирование НМДА-рецепторов, так и кальций-независимое. То есть если амитрептилин и дезипромин вызывают кальций-зависимое ингибирование, что видно на графике, то есть с увеличением кальций IC50 снижается, то кламипромин, зелёная линия, проявляет практически кальций-независимое ингибирование. И, по-видимому, несмотря на то, что кламипромин также используется в терапии нейропатических болей, то есть мы можем предполагать, что он тоже ингибирует НМД-рецепторы, его дозы почти в 10 раз выше, чем используемые для амитрептилина и дезипромина. Что же будет, если мы на фоне терапии, на фоне применения трициклических антидепрессантов будем добавлять литий? То есть оба процесса вызывают кальций-зависимое ингибирование. Будут ли они мешать друг другу? Действительно, если в контроле чёрной линии мы наблюдаем при 2 мм линеклеточного кальция и мы наблюдаем IC-50 ингибирование около 5 мкм, то по мере увеличения концентрации лития во внеклеточной среде происходит сдвиг концентрационной кривой вправо, и с какого-то момента добавление лития уже не приводит к дополнительному сдвигу, то есть возникает некоторое насыщение эффекта, и IC-50 останавливается на уровне, соответствующий прямой каналоблокаде, то есть к кальций-независимому процессу. Мы можем примерно прикинуть полумаксимальную эффективную концентрацию лития, соответствующую тому эффекту, и она оказывается при физиологической концентрации кальция 2 мм, где-то 1,4 мм лития способна уже влиять на кальций-зависимое ингибирование намдорецепторов. 1,4 мм лития в плазме крови вполне в себе возможная концентрация при литиевой терапии. Таким образом, если в контроле применение не очень высоких концентраций амитриптилина вызывает кальций-зависимое ингибирование токов НМД-рецепторов, то на фоне лития такого ингибирования уже не происходит. То есть литий сам по себе вызывает это кальций-зависимое ингибирование, и, по-видимому, эффекты амитриптилина на его фоне будут уже незаметны. Можем рассмотреть и иную ситуацию. То есть, например, если мы выимем кальций-зависимость ингибирования амитриптилина, померив IC50 при двух концентрациях кальция единицы и двойки, то мы увидим, что в контроле у нас с увеличением концентрации кальция с единицы до двойки эффективность блокирования возрастает. В присутствии лития обе крилы уходят в одинаковую величину, соответствующую прямой каналу блокаде, и кальций-зависимый эффект пропадает. Другой трициклический антидезипрессант дезипромин, также применяемый для терапии нейропатических болей, проявляет сходные с амитриптилином свойства и также чувствителен к действию лития. Полуэффективная концентрация лития, необходимая для того, чтобы вызвать сдвиг концентрационной кривой, составляет 1,3 мм, что примерно то же самое, что мы получили для амитриптилина. А вот кламипромин, вещество, которое не проявляет кальций-зависимого ингибирования НМДА-рецепторов, оказывается также нечувствителен и к присутствию лития во внеклеточном растворе, что и следовало ожидать. Таким образом, основными выводами данной работы является то, что ингибирование НМДА-рецепторов как клиническими значимыми концентрациями, как амитриптилина, так и лития, скорее всего, осуществляется через один и тот же механизм усиления кальций-зависимой десинститизации. При этом мишенью, скорее всего, является натрий-кальций-обменник. То есть те трициклики, которые проявляют кальций-зависимое ингибирование, они чувствительны также и к присутствию лития. Те, которые не проявляют кальций-зависимое ингибирование, они также и нечувствительны к литию, ингибирующему этот обменник. Соответственно, поскольку данная работа представляет собой частный случай изучения влияния на кальций-зависимую десинститизацию, но это значительно более широко встречающийся в центральной нервной системе механизм, касающийся и ТРП-каналов, и аденозиновых рецепторов, и кальциевых каналов Л-типа. Соответственно, те вещества, которые влияют на транспорт примембранного кальция, это может быть литий, это может быть этанолы, ингибиторы обменников, потенциаторы натрий-кальций, кальциевые помпы, они все способны модулировать действие целого широкого спектра лекарственных препаратов. И дальнейшее изучение этого механизма представляет большой интерес. И спасибо вам за внимание. Вопросы, коллеги? Я welcome. Спасибо. Вопрос вам и, наверное, вашему руководителю тоже. В чем основная идея? Вот три циклические антидепрессанты и НМДА. То есть вы говорите о микромоле, но там в лучшем случае сколько это микромоле, а на сертониновый транспортер это наномоле. То есть как бы вот в чем идея? Что вот мы изучаем какое-то очередное побочное действие трициклических или, может быть, в чем-то другом? О, благодарю вопрос. Это очень важный момент. Разумеется, трициклические антидепрессанты и их эффект на обратный захват моноаминов является ключевым при терапии депрессии. Однако выяснилось, что этот эффект при лечении нейропатических болей он, конечно, может оказывать чисто психологический эффект, но он совершенно не связан с чувствительностью болевой. А вот существуют отдельные исследования, показавшие роль именно НМД-рецепторов в осуществлении антиболевого эффекта трициклических антидепрессантов. Поэтому нам стало интересно, а почему это вообще они через НМД-рецепторы, как они могут действовать через НМД-рецепторы, если каналы блокады происходят при таких огромных концентрациях. И единственным объяснением, найденным нам в настоящий момент, является то, что они влияют косвенно через модуляцию кальций-зависимой десинститизации. Попробуйте. Там есть вопрос. Если мы простые вопросы разберем, то можно будет и поспорить. Большое спасибо за доклад. У меня такой дилетантский вопрос. Я же правильно понимаю, что работа была проведена инвитро? Да, разумеется. Да, разумеется. Соответственно, вопрос. Скорее, может быть, ваша идея, если переносить результаты этой работы инвиво, то будут ли вовлекаться какие-то компенсаторные механизмы? Потому что для организма же все равно должен быть какой-то базовый уровень активации этих рецепторов, которые должны поддерживаться. Может быть, их гиперэкспрессия. То есть какие-то компенсаторные механизмы, может быть, со стороны других нейронов или со стороны астроглии, что-то такое. Мы изучаем то, что называется acute эффекты, острые, которые происходят на довольно коротком промежутке времени. Разумеется, при длительном приеме как препаратов, так и при длящихся нейропатических болях происходит еще целый букет разных процессов, связанных с изменением экспрессии рецепторов, генов и так далее. То есть мы это все в данном исследовании не рассматриваем. Да, вот еще есть вопросы. Собственно, в продолжение вот этого вопроса. То есть вообще это распространение и распределение лития в организме, оно же очень неравномерно происходит. И бывают органы, которые накапливают его, и особенно на него очень сильно реагирует сердечная мышца. То есть есть ли вариант, что, скажем, в таких миллимолях, а это, вы сказали, 1,4 миллимоля, это очень близко даже когда работаешь на изолированном сердце лягушки, там обычно вот работают калий, натрий и кальций именно в диапазоне около 2 миллимоль. То есть это может получиться, что ин витро это отлично работает, но на уровне организма это может иметь очень токсические последствия. Вот как вы предполагаете перенести это ин виву? Поэтому я говорю в продолжение вопроса. Ну, в данном случае литий использовался скорее как инструмент, потому что нам должен был способ, который позволил бы ингибировать прямой режим работы натрий-кальциевого обменника. То есть спектр веществ, влияющих на работу натрий-кальциевого обменника, намного шире. То есть прошу рассматривать литий в данном случае как инструмент. А можно я еще задам вопрос? Слушайте, а какое вообще имеет значение это самая кальций-зависимая десинститизация? Потому что кинетика это же секунды. И мерить это вы равновесный точокс. А синаптические процессы, они как бы, ну, все-таки мы рассматриваем НМД-рецепторы как участники синаптических процессов. Если да, то это абсолютно другой таймскейл. И в этом, в диапазоне синаптических времен, ну, собственно говоря, не должно быть и не может быть никакой кальций-зависимой десинститизации и десинститизации НМД-рецепторов практически вообще. Потому что это же, вот что, сколько там? Это же, ну, синаптические процессы, там, миллисекунды, да? Это примерно в тысячу раз меньше, чем у вас нужно, чтобы хоть какая-то десинститизация НМД-рецепторов была хотя бы заметна. Вот как с этим? Есть вообще данные о том, что вот кальций-зависимая десинститизация НМД-рецепторов вообще имеет физиологическое значение. А я уж не говорю про ее модуляцию. Но мы можем взять крайний случай мышей с нокаутом НМД-рецепторов. Я понимаю, их очень жалко. Да, их действительно очень жалко. Они живут недолго и несчастливо, убирают в ранном постнотальном период. Но, тем не менее, пока они живут и они изучались, у них полностью отсутствует память как таковая. Так что физиологическое значение кальций-зависимая десинститизация огромное. Кроме того, следует заметить, что НМД-рецепторы, они расположены в синаптических областях кластерами. Поэтому взаимная их кластеризация позволяет в ходу кальция через соседние рецепторы влиять соседа на соседа. Но все-таки секунды, три порядка разницы во времени. Это все-таки много. Нет, ну вы же наблюдаете. Я вам показывал, разумеется, длительную аппликацию органиста, которая достигает своих максимальных уже равновесных значений. Но начинает она проявляться уже в момент активации рецептора, с самого начала. Вообще, кинетика НМД-рецепторов, если дельта-функции амедиаторы активировать, то спад идет 300 миллисекунд. И про синаптическую передачу это АМП-рецепторы за 3-2 миллисекунды спадают. АНМД-хвост стоит 300-400 миллисекунд в зависимости от субъединичного состава. Поэтому сам вопрос содержит ошибочное представление. Кроме того, а если мы вспомним про гетеродимеры с С и Д субъединицией, то там речь идет уже о секундах. То есть есть процессы, которые длятся достаточно долго, и которых как бы кальций-зависимая десенситизация могла бы играть существенно. Окей, спасибо за подведку. Собственно, да. Только, опять же, это же не десенситизация, а скорее это деактивация. Нет, нет, нет. Глутамат сидит на своих местах, ребята. Да. Десенситизация. Глутамат откачали транспортеры уже. Из синаптической щели. Пошла заруба. Когда НМДА-рецепторы активируются, вот открытое состояние, там берст, идет 300 миллисекунд. Ну, в среднем. Это 2А, 2Б. А и все это время глутамат, его уже откачали, его нигде нет вообще, даже следа. Он сидит на этих рецепторах. Затем рецептор впал в десенситизацию, а глутамат все равно сидит на этих рецепторах. Поэтому даже, поэтому для того, чтобы он ушел, нужен выход из десенситизации. На самом деле, это, конечно, проверяется. Это просто надо на синаптических токах показать. Ой, так это до нас делали столько раз. Есть, да? Да, да, все окей. Ну ладно, давайте тогда еще раз поблагодарим докладчика, значит, и всех остальных докладчиков тоже, и всех остальных слушателей тоже. Потому что, честно говоря, я впечатал, оглянитесь вокруг себя, чтобы уже в 8 часов вечера, я понимаю, что все ждут фуршета, да, но все равно как бы это достойно насчет похвалы. Действительно, давно не виделись, все соскучились посмотреть друг на друга в лицо. Ну, пошли теперь, продолжим и углубим, а? Ну все, заседание, наверное, закрыто. Михаил Иванович, скажи нам еще что-нибудь хорошее.